Об угрозе для Украины со стороны Беларуси и о планах российской оккупационной армии в Херсонской области детальнее будем говорить с бывшим главой службы внешней разведки Украины, генералом армии Украины Николай Маломуш в нашем эфире. Николай Григорьевич, здравствуйте. Добрый вечер, слава Украине. Героям слава. Николай Григорьевич, уже известно, что на этой неделе в Беларусь прибыли первые эшелоны российских военных. Генштаб вооруженных сил Украины получил данные, что в республике проходит сейчас скрытая мобилизация и после этого прозвучали заявления из Генштаба, что вероятность повторного вторжения может возрасти, но уже весной 2023 года и войска пойдут не на Киев, как только что было озвучено, а в западном направлении. Лукашенко при этом вчера же говорит, что воевать никто не собирается. Стоит ли верить этим заявлениям, учитывая февральский опыт? Ну мы помним, как Лукашенко говорил, что тут готовилась операция нападения на Россию, на Виорусь, поэтому в данной ситуации верить Лукашенко мы, конечно, не можем. Хотя его риторика, она такая двойственная. С одной стороны, он подыгрывает Путину и обещает проведение всех операций, включая военные против Украины, а с другой стороны, уже заигрывает с Западом и дает сигналы, что он готов предоставить переговорную площадку, он готов посла направить в Украину для того, чтобы возродить отношения с нашим государством и выступить таким, сказать, миротворцем. Но, с другой стороны, практика показывает, что он прямой соучастник, и поэтому в данной ситуации наш Генштаб и оперативное управление прорабатывают различные версии. Вот одна из них, это, конечно, и сценарий, это, конечно, конкретные возможные угрозы западным регионам со стороны Беларуси для того, чтобы перекрыть коммуникации поставки вооружения, техники, боеприпасов от наших западных партнеров. Но это не единственный сценарий, я скажу, что он не является, возможно, основной, хотя к нему нужно системно готовиться. Чтобы не было 24 февраля, мы должны готовиться и Беларуси по другим направлениям. Но в данной ситуации, насколько реально. Вот мы говорим о том, что действительно сейчас перемещаются новые войска, сейчас формируется как бы союзный контингент, тысяча военнослужащих России, уже направленных в Беларусь, и уже создают как бы все общие войсковые соединения, но оно не является критическим решающим. Для того, чтобы начать очень эффективные наступательные операции, даже на Запад, нужно около 300 тысяч человек примерно. Это, конечно, большое соединение, тем более оно должно иметь именно четкую цель, слаженность. Соответственно, понимаем, что это российские и белорусские войска, но белорусская армия, мы имеем оперативную информацию от офицерского состава, от высшего команды состава, даже именно вооруженных сил Беларуси, не готовы воевать с Украиной. Лукашенко это знает. Он четко именно понимает, что если он будет толкать военных на войну, даже под давлением российских войск, например, в месте, или с тыла они будут именно давить на белорусов, это вызовет, конечно, массовое сопротивление. Это, возможно, будет уже слава режима Лукашенко. Лукашенко это боится. С одной стороны, боится Путина и пытается выполнять все его задания, но он пытается каким способом? Предоставление базы, дает аэродромы, формирует воинское соединение, формирует спецназы для провокации на границе. Это может быть реально. В данный момент, наверное, разрабатывают риторику, то, что он где-то, возможно, не будет воевать, но, с другой стороны, он будет защищать территории Беларуси. Но в случае каких-либо провокаций, которые они сами же могут провести. Но сейчас и по линии разведки, и по линии, так сказать, разведок наших партнеров, мы ориентируемся, чтобы Русь не готова к конкретной наступательной операции в ближайшие месяцы. К этому ситуация не только неготовность самого Лукашенко, армии, неготовность, потому что нежелание. Это может быть, конечно, и конец режима самого Лукашенко. Особенно, когда у нас эффективные успехи сейчас на востоке, на юге. И если перспектива даст нам хорошо провести операцию по Херсону и по другим направлениям, мы можем сказать, что Лукашенко уже никогда не пойдет на нашу территорию, даже под любым давлением Путина. Он уже сейчас сомневается, что Путин может что-то еще выиграть, какую-то спецоперацию закончить. Потому он любым способом уходит от ответственности и надает поддержку России. Например, там и направляют и танки, и боеприпасы, которых могут в России не достать, и предоставляют базы у себя, и принимают военнослужащие, и говорят, что примет еще, может быть, несколько десятков тысяч человек в Беларуси. Но это, так сказать, только риторика. В данной ситуации, я думаю, что сам Лукашенко не рискнет идти на реальную войну. Хотя мы должны в любом случае этот вариант не исключать. Отрабатывать все меры и информационные, и оперативные, и военные, в первую очередь, и показать, что шансов здесь белорусам нет. А с другой стороны, белорусам показывают военным, что они должны сами подняться против своего депутата, который толкает на войну с Украиной. И это привезет колоссальные жертвы белорусам. И перспектив для них в этой войне никакой не будет. И интереса не будет. Николай Григорьевич, россияне сначала шантажировали весь мир и Украину обстрелами. Запорожской атомной станции, когда поняли, что нет должного этого эффекта страха, принялись запускать новые фейки. Теперь они утверждают, что украинские силы обороны собираются уничтожить Каховскую плотину. Владимир Зеленский сказал, что на самом деле это план россиян, и они уже заминировали эту плотину. Николай Григорьевич, давайте по пунктам расскажем и объясним тем, кто все-таки верит в эту фейковую версию Суровикина о планах со стороны украинских сил обороны. Что это не украинский план, а российский. К тому же, как Украина может атаковать плотину и разрушить ее, если те же россияне говорят о силе и мощи своей ПВО, которая отражает даже удары хаймарсов по Антоновскому мосту. Это из свежих заявлений Минобороны Российской Федерации. Николай Григорьевич, вы с нами? Сейчас слышно нас? Сейчас устанавливаем связь. Говорим с Николаем Григорьевичем Маломужем, бывшим главой службы внешней разведки Украины, генералом армии Украины о ситуации в Украине. Николай Григорьевич, слышно сейчас меня? Слышно? Да. Я говорил о Каховской гидроэлектростанции. Скажите, пожалуйста, насколько это все сейчас фейк российской армии и Суровикина о том, что именно украинские силы обороны хотят подорвать эту плотину? Сейчас стратегически Россия решила изменить риторику по Украине и выдаст новую модель обвинения, что Украина – это террористическая организация. Она это начала с Крымского моста, когда организовала там взрывы, а затем массовые удары. Соответственно, именно обвинила нас в каких-либо потоках терактов на турецком потоке, чтобы поссорить с Эрлиганом. И Курской, например, атомной электростанции, чтобы показать, что мы как будто бы являемся террористами, даже посягаем на атомной электростанции. Вот именно сейчас это новая тенденция. Но факты показывают другое. Тут конкретно убийство, тут конкретно террор, тут конкретно каждый день обстрелы гибнут массовые люди. В России никто не гибнет, никаких перспектив нет. Они избрали теперь уже другую модель. Показать, что когда мы наступаем на Керсон, что в данной ситуации Каховская ГЭС, может быть, нами проведена операция очередная, как они говорят, террористическая, и нас обидеть перед миром, перед украинцами, перед россиянами. То есть показать, что мы как будто проводим операции такого плана. Но они готовят провокации. Это в стиле Путина, который по приходу к власти точно так же взрывал свои дома, с жильем своих же граждан, и это, так сказать, после этого поднимало волну уже активных действий, репрессивных, военных и тому подобное. Это тоже сегодня такая же тема. Суровикин – это тот исполнитель, который будет выполнять любые действия, вскрывать дамбы, но утверждает, что это мы готовим. В этот момент очень важно, что мы скрыли эти замыслы, мы знаем, что они готовят именно эти операции. Сейчас все средства, так сказать, и инфрационные, и оперативные направить на то, что выявить эти факты. С другой стороны, создать международные комиссии, как есть инициатива президента, чтобы эти все важные объекты взять под контроль. С одной стороны, и Каховскую АЭС, и Запорожскую АЭС, возможно, другие средства, потому что Путин будет проводить провокации не только на Каховскую. Это сегодня Херсон у него под угрозой потери. Вон Ховковскую, дальше Запорожскую будут и другие. Нам нужно раскрывать по конкретным фактам моменты подготовки. Это на упреждение обязательно показывать, кто готовится, какой целью, какие провокационные действия, отслеживать подготовку и работать на упреждение, не допустить этого формата. Показывать это и поднимать. На Совете Безопасности ООН поднимать быстро. В европейских структурах, в структурах, которые занимаются защитой энергетики, экологии, прав человека. То есть и во всем мире. Мы не должны просто где-то промолчать, а должны, так сказать, мощнейшее давление на Россию и обвинять провокации и подготовки такого большого теракта. С обвинением Украины. Просто не дать им шанса, даже любого, чтобы они обвинили нас в какой-то акции, тем более совершив ее, затем уже на этом делать свою погоду. То есть и мобилизацию, и на международном уровне, и на ООН. Там уже будут их представители кричать в отношении того, что это сделала Украина. Нам не дать шанса, в первую очередь, до того. Не после. После уже будет нам довольно тяжелее. Николай Григорьевич, но ведь правда ведь, что дистанционно разрушить и уничтожить такое гидротехническое сооружение практически невозможно? Или вообще невозможно? Мы говорим, как чисто специалисты, но это только ядерный удар, которых ядерным средством никто применять не будет, тем более у нас их нет. А заложить огромное количество, например, динамита, это десятки тонн, это могут только россияне. Кто контролирует Каховскую ГЭС, тот может провести такую операцию по ее разрушению. Поэтому даже технологически нам уже показывают, что это только может сделать Россия. Никакие средства и ракетные, Хаймерсы, например, М-270 и другие, ничего не сделают. Даже не пробьют одну, так сказать, шлюзу. Я прямо скажу, зная хорошо Каховскую ГЭС, там очень мощное укрепление. Готовят даже до тяжелых войн. Нанесение тактических ядерных ударов они также должны выдерживать. Поэтому в данной ситуации нереально. Извините, Украина, с любой точки зрения. Но мы знаем Россию. Они даже то, что мы не имеем даже невозможности, они все равно будут убежать, что мы совершили. Как, например, по Северному потоку-1. Они скажут, так это Украина или США, то подорвало там внизу море. То есть абсурдные вещи. Но они звучат. Они звучат на всех уровнях. И Россия пытается за счет, именно активной инфрационной, так сказать, фейковой пропаганды это все внедрять. А затем переносить на официальные уровни. В ООН, так сказать. А у меня Запад вместе с нами. И другие страны. А китайцам и туркам говорят, так это они. То есть мы должны сейчас выиграть не только реальную войну. И пока что они делают. И продвинуться. Очень мощно выбросить их с Херсонской, с Запорожской, с Востока. Но и выиграть информационную войну. Сейчас это очень мощный фронт. Николай Григорьевич, во время Второй мировой войны были ведь подрывы еще и плотины Днепровской ГЭС. Как минимум дважды. И последствия были страшными. Погибли и мирные жители, и военные. Вот все же, как вы считаете, Путин решится на эту катастрофу? Ведь она-то затронет и Крым, который останется без воды. Я просто скажу, если бы мы молчали, не проводили операцию, он бы решился. Ему сейчас терять нечего. Он загнал в угол. Он в этой ситуации будет делать что угодно. Я думаю, что только не допустят ядерных средств, потому что все страны объединены, и Китай, и Индия, и НАТО, и другие. Поэтому у него... Он угроза уничтожения уже сам лично. А он не будет рисковать личной жизнью. А тут все средства хороши. Поэтому я еще раз предупреждаю, очень важно, я знаю его лично, что он может задействовать такие акции. Но если мы будем эффективно сейчас это все раскрывать, ежедневно, системно, на всех уровнях, и жестко я предупреждаю, что это реальная провокация, мы об этом все знаем. И технологически контролировать с нашими партнерами, и космически, и радиотехнически, и агентурно, и оперативно, это, так сказать, шансами не будет. Затем он не пойдет в такой ситуации. Но если мы будем слабо чувствовать себя, а он будет чувствовать на коне, и чувствовать, что это он подаст, как именно наш теракт, это он сделает. Я думаю, сейчас как раз момент решается. Мы правильно начали эту операцию, по выявлению его конкретных действий, я думаю, мы должны выиграть в этой войне. И инфрационной, и оперативной, и реальной боевой. Пошел второй месяц уже мобилизации в России. Скорость, с которой российских мужчин забирали и возвращали уже мертвыми, поражает. Это всего 2-3 недели. Николай Григорьевич, как Вы считаете, какой процент из мобилизованных останется в живых в этой войне, учитывая, что у многих нет боевого опыта, и учитывая, что забирали на фронт даже тех, кому противопоказано по состоянию здоровья? Мы, видимо, брали, как правило, с глубинки. Они не брали с Москвы, Санкт-Петербурга, и тем более подготовленных военных или даже запасников. Брали тех, которых можно взять, где не будет большой волны протеста. В национальных республиках там началось, они начали осторожно. В центре, в Москве, в Санкт-Петербурге тоже. Поэтому этот контингент не подготовлен. И они бросают через 2-3 дня на фронт. Мы уже имеем факты и пленных, и убитых, для того, чтобы закрыть прорывные направления наших войск. Там, где мы имеем эффективные успехи. Это на Луганском направлении, это на Херсонском направлении. Но мы видим, что они гибнут. Они не имеют эффективных методов даже военных операций. И они создают даже панику. Это большая проблема для войск. Если приходят необстрелянные, они начинают убегать, даже если загранотряды. Это создает условия общей паники. Даже уже и более опытные бегут. Поэтому данный свидетельство – большой просчет. Путин учитывает и Шойгу, и Агенштаб. Они сейчас часть направляют на фронт. А часть они готовят, создали 80 учебных центров, и 12 полигонов, и 2-3-месячную подготовку будут проводить второй контингент, который предлагается принять для наступательных операций и на востоке, и на юге. Уже сдал, например, Херсон, но закрепившись на левом берегу. Они думают за 2-3 месяца подготовить новые, так сказать, уже воинские части, провести слаживание, провести определенную обкатку хотя бы на каких-то, так сказать, даже старых военных, так сказать, средствах, техники, вооружения, ракетных комплексах, и двинуть опять их в атаку. Все равно шансов нет, но это еще определенная сила. Если они сумеют ссоренировать 200 тысяч, это, конечно, придется очень системно работать. Но я думаю, к тому времени должны провести системные операции по Херсонскому, по Восточному направлению, и не дать шансу даже вот этому контингенту, который придет в второй эшелон, уже более-менее подготовлен, чтобы он начал какие-то наступательные операции. Все равно мы к этому времени уже готовы к таким действиям. Мы отслеживаем все системы и подготовки, и слаживания их, и тем более подготовки воинских контингентов. Поэтому в данный момент внезапности не будет. Получая новейшие средства и вооружения, и технику, сейчас мы можем эффективно сейчас нейтрализовать по всем темам. Уже паритетно наступает уже даже артиллерии. Ракетные средства мы на голову выше за счет Каймерсова, за счет средств, которые получили с Британии, с Германии, с Франции, с Каординавии, с Прибалтики, с Чехии, с Польши. Сейчас уже имеем те позиции, которые могут уничтожать эти контингенты очень эффективно. Не имея мотивации, не имея системы подготовки, не имея новейших средств вооружения, техники, огневых, радиолокационных систем, они, конечно, будут проигрывать. Но для этого нужно не расставляться, а готовиться к таким серьезным операциям. Мы их можем нейтрализовать, особенно вот эти новые, которые не обкатаны, которые не обстреляны. Я думаю, что успех будет за нашей страной очень эффективный. Николай Григорьевич, спасибо вам большое. Слава Украине. Николай Маламуш, бывший глава службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины, был с нами в эфире «Фридема». Спасибо.